Хотим посмотреть коньки, сколько стоят. Сейчас мы не будем брать. Вы видели, мы на чердак, когда я залазила, там прям как решето. Мы хотим сделать коньки, чтобы у нас крыша не текла. Я вообще удивляюсь, что она у нас не текла реально. Но мы посчитали предварительно, где-то 5 тысяч нужно будет на коньки. А это что, типа крышу укрыть? А вот коньки. Такие? Я думала, они будут цветные, не цветные. Смотри, там 308, здесь 290. Это коньки? А из чего они сделаны? Для металла черепицы. А это тоже дорогие. Ого, ничего себе, 525 рублей. Хотели взять жесть, она вышла бы дешевле в два раза, но... Гнуть нормально не получится. А, ты смотришь, лист? Жесть. А он сколько стоит? 460. Мы уже смотрим и такие. Ой, у ничего себе тут цены. Вот эти подешевле. Мы уже тоже смотрим и такие. Нам, в принципе, мы через 5 лет где-то будем крышу полностью перекрывать. Сейчас, ну, как бы на 5 лет хватит, но коньки нужно менять. Аль, 0,3 миллиметра? Что-то прям форда какая-то, да? Что? Плоский только конек есть. Мы хотим еще посмотреть в магазине. Профнастил называется. И в металлопрокате узнать. Может, дешевле получится. Нам на 5 лет всего нужно. Остановили здесь на повороте на Яблоновку. Там вон есть металлоконструкции. Узнаем, почем там будут уголки эти. Козырьки. Ой, коньки. В общем, здесь дороже, выбора меньше. И только крашеная. Козырьки мы смотрели в разных местах. Коньки. Были в одном месте коньки по 200 рублей за 2 метра. В Леруа, по-моему, 300 с чем-то. И, в общем... Да, цвет здесь выглядит. Всего 5 штук. А нам нужно 15. В общем, если есть где подешевле, то там небольшое количество. Нам нужно 15 штук. 30 метров нужно. Леша с папой поехали в Леруа. Сейчас купят листы жестяные. Потому что оно очень дорого получается. Эти коньки уже готовы. Будут сами гнуть и лепить. Приехали Леша с папой. Купили вот такой вот... Сколько листов здесь? 4. 4 листа. А где молоточек? Будут резать сегодня. Делать уголки. И вот такой вот молоточек купили. У нас здесь нет гвоздодера. Папа уже себе... Папа уже себя приспособил, чтобы вешать. Главное, по коленке не врезать. Чтобы отдирать эти старые коньки. Сколько молоточек стоит? 176, по-моему. Вышло все на 1500. Вот это. А так бы вышло 5000, если бы покупали коньки. На 1500 вышло, не помнишь? 460, по-моему. Ну, в общем, очень экономно получилось. Ну, правда, не знаю, как получится. Но нам на 5 лет эти коньки нужны. Поэтому... А, ну, интересно, на вес какие они? О, ничего себе! Я думала, они легкие. Все, сейчас будем лист пилять. Я немножко вас поснимаю. Процесс. Будут болгаркой. Загинать будут с помощью вот этой штучки. Это, кстати, была кровать двуспальная. О, папка линейку принес. Царапаешь, да? Угу. Называется чертилка. О, папка линейку принес. Получается, не зря экономили. Говорят, легко гнуться. Сейчас посмотрим. Вот так. Готово. Вы посмотрите на это чудо. Ну, деловая колбаса. Засунула. А, засунула ее место туда ей. Она залезла, там сидит такая довольная. Мика, иди на место. Мика, на место иди. Прикольно. Ей прям по кайфу. Да, ей нравится. Она любит такие помещения, чтобы была крыша. Я ей всегда над ее местом столик ставила. Ник, ты довольна? Мы тебе ее покрасим, отремонтируем. Конечно, если железо, то другое все это не будет. Да, может, жесть. Да я покрашу в белый цвет, чтобы не было жарко. А ей прям по приколу, ты смотри. Ну да, ей вообще новую будку поставить. Ну, она еще лучше. Ой, сколько счастья. Ты посмотри. Ай, дурешка наша. Микочка. Вот так вообще. Не знаю, как это делается правильно, но пипец вообще. Вот, хотим еще такую сумочку взять, потому что она для ремонта очень нужна. Сейчас папа лазит на крышу. А, точно на курицу. Да, да. Чтобы гвозди насыпать, да. А то он себе там сконструировал. Я надеюсь, я это сняла. Ну, в баклажку пятилитровые гвозди складывал. Но неудобно на крышу лазить. Смотрите, что я нашла. Уголь добывать. Все, папка уже примеряет свое убранство. А то вчера, я не знаю, сняла я вчера. Ну, по-моему, я снимала, как ты лазил. А это все удобно будет. Тут и для молотка есть. А пояс не стали покупать? Ты неправильно надел. С другой стороны, сними. Ну, да. На другую сторону. Ну, здесь и для гвоздей будет он удобно. Классная вещь. А ну, покажи, пап. Это нормально. Смотрите. Можно, конечно, повесить сюда? Блин, ну, это да. Ну, конечно. Он мне мешаться будет, толкаться. Так на другую сторону повесил бы. Он мне сюда удобнее будет. Ну, ладно. Мужчина все под себя подстраивает. Мужчина потом, ну, повесить, чего упадает. Вон, папки еще что есть. Папа уже второй день делает козырьки. Леша ему подает. Папа вообще не боится высоты. Свободно себе. Он и на своем доме так козырьки делал. А Леша пока ему подает, ждет. И уже, в общем, куча сухих веток с деревьев пообрезал. Чтоб между подачей чем-то заниматься нужно. У нас, оказывается, тут была куча сухих веток. Как этот, как его, ковбой. С пистолетом. Давай, покажи. Вот дом до. Вот какой козырек. Какие коньки пока делал после. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok